Тайна перевала Дятлова Тайна перевала Дятлова Тайна перевала Дятлова Группа молодых, но опытных туристов из турклуба УПИ Пошла в лыжный поход на Северный Урал Главная точка маршрута Гора Атартен Руководитель группы Игорь Дятлов Пятикурсника радиофака УПИ В команде 10 человек Из Свердловска на поезде ребята выехали 23 января 59 года Через Серов, Ивдель И поселок Вижай Команда к 27 января На железнодорожном, автомобильном и гужевом транспорте Добралась до поселка 2-й Северный Здесь один из участников экспедиции Юрий Юдин Повредил ногу и на свое счастье поехал обратно в Свердловск 28 января 9 туристов-дятловцев на лыжах выступили в поход Шли сначала по реке Лозьва Затем свернули на речку Ауспе И 31 января дятловцы дошли до хребта Поясовый камень 1 февраля в лесу, под горой Ребята устроили лабаз Оставили там ненужные для восхождения на Атартен вещи И выдвинулись в сторону горы Атартен Вечером 1 февраля 9 туристов разбили палатку На восточном склоне горы Халат-Сяхал Что с языка манси переводится как гора мертвецов Все вышеперечисленные действия туристов Описаны в дневниках похода И подтверждаются фотографиями Что происходило в ночь с 1 на 2 февраля На горе мертвецов покрыто вуалью таинственности Но ясно одно Случилось что-то страшное Эксперты по теме дятловцев На основании косвенных данных Предположили такую картину Поздним вечером 1 февраля На гору мертвецов обрушилось нечто Что напугало молодых и образованных туристов Это должно было быть нечто сверх экстраординарное В состоянии ужаса Ребята разрезали палатку И кто в чем был одет в носках Побежали вниз по склону Внизу на границе леса под кедром Дятловцы пытались развести костер Трое из них от этого нечто Получили переломы ребер и головы Раненых уложили на настил из лапника Ребята делились друг с другом одеждой Трое самых сильных и здоровых Игорь Дятлов, Зинаида Калмогорова И Рустем Слободин Попытались вернуться к палатке Но не смогли Все погибли Все замерзли Северный Урал Февраль, да еще ночь Температура лупила за минус 40 Кроме того, абсолютная темень Ребята героически боролись за жизнь Но дикая природа Севера оказалась сильнее Трое туристов, как посчитала судебно-медицинская экспертиза Погибли от переломов Остальные шестеро заживо замерзли Лютая погибель Обнаружили тела ребят в конце февраля В начале марта 59-го года Сначала поисковики отыскали разодранную палатку Затем под кедром нашли тела Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко Далее на склоне горы мертвецов Поисковики отыскали тела Игоря Дятлова, Зинаиды Калмогоровой И Рустема Слободина Оставшихся четверых ребят Людмилу Дубинину, Александра Колеватова Николая Тибу-Бриньёля И Александра Золотарёва Обнаружили только в мае 59-го года Под четырёхметровым слоем снега Неподалёку от кедра Исследование тел дало повод для размышлений Вот самые важные нюансы На лицах погибших ребят застыл ужас Все лица имели ярко-оранжевый цвет У Людмилы Дубининой и Александра Золотарёва Сломаны ребра У Николая Тибу-Бриньёля Огромная вмятина в голове На одежде дятловцев Радиологи обнаружили радиоактивность У одного из погибших В полости рта отсутствует язык Это достоверные документально подтверждённые данные Кроме того, некоторые специалисты Врачи, причастные к экспертизе тел Утверждают, что дятловцы ослепли Мы, впрочем, на этом настаивать не будем Так как документально это никак нигде не отражено И имеет значение лишь как приватное замечание Наблюдение доктора Семерых дятловцев похоронили на Михайловском кладбище Свердловска Отдельно на Ивановском кладбище по настоянию родителей был погребён Георгий Кривонищенко Где покоится Александр Золотарёв достоверно неизвестно Но предполагается, что, скорее всего, его похоронили на сельском погосте в Кауровке Где Александр жил и работал инструктором на турбазе Вот, собственно, и вся фактура этой таинственной трагедии Главный вопрос Что напугало дятловцев И почему они выскочили полуодетые на мороз Ответа на этот вопрос нет Но зато есть куча гипотез Сейчас мы их и поведаем В порядке нарастания достоверности Все эти версии высказали наши зрители То есть вы Телевизионное агентство Урала обратилось по телевизору с просьбой Ко всем, кто знает о дятловской трагедии Хоть что-то, звонить нам Тот человек, которого мы ждали Который мог бы сказать точную причину гибели дятловцев Не объявился Основная же масса позвонивших Высказала свои предположения Мы их проанализировали, отфильтровали Сгруппировали И вот что получилось на выходе Версия номер один Самая маловероятная Лавина Эту версию очень аргументированно продвигал в фильме «Тайна перевала дятлова» Моисей Акселерот Когда мы снимали тот фильм Моисей Абрамович уже был неизлечимо болен И очень хотел успеть высказаться на эту близкую для него тему Моисей Абрамович долго думал над причиной Повергшей дятловцев в ужас И решил, что на их палатку обрушилась лавина Через неделю после этой записи Моисея Акселерота не стало Что можно сказать по поводу лавины? Практически все туристы, побывавшие зимой на горе мертвецов И на перевале рядом с ней Названным именем Игоря Дятлова Утверждают Лавины там быть не могло Да вы и сами можете в этом убедиться Вот тот самый склон, где стояла палатка дятловцев И по которому бежали они Очевидно, склон очень пологий Обдуваемый ветрами Снег на нем скапливаться не может Так что о лавине речь не идет Версия номер два Она предложена одним из зрителей По нашему мнению, она так же нелепа, как и лавинная версия Но тем не менее Дятловцы отравились спиртом Дескать, вместо этилового взяли метиловый Выпили, ослепли, выбежали на мороз Дезориентировались И так далее Оставим это без комментариев Версия номер три Туристы-дятловцы передрались из-за девушек Поссорились, выбежали на мороз, погибли Ну тоже бред полный Эта версия, равно как и предыдущая Совершенно не опирается на факты Версия номер четыре Шаровая молния Эта версия вызрела на основе того, что в истории с дятловцами Какую-то роль играют некие светящиеся шары О них сообщали тогда в 59 году несколько очевидцев Что это за шары, никто толком не сказал Описанию всех разные И вообще неизвестно, как шары связаны с дятловцами Установлено, что шары летали над Северным Уралом Примерно в районе горы Мертвецов 19 февраля 59 года Дятловцы же погибли 1 или 2 февраля Корреляция просматривается весьма туманно Хотя многие эксперты склонны эту связь усматривать Аборигены Северного Урала вообще поговаривают Что светящиеся шары у них в небе гоняют с регулярностью троллейбусов Но к теме шаров мы еще вернемся А один из зрителей счел эти шары сгустками энергии Называемыми шаровыми молниями Дескать, молния подлетела к палатке Ребята испугались этой неуправляемой стихии И побежали на холод Версия, конечно, любопытная Только вот жаль, что шаровые молнии совершенно не изучены Версия номер пять Землетрясение Эту гипотезу придумал один из участников поисков дятловцев Господин Крылов По его версии, в Пермской области Произошло подземное испытание ядерного оружия Волна по земной карея дошла до хребта поясовый камень И тот содрогнулся А дрожь земли, как известно, вызывает животный ужас у людей Дятловцы испугались Побежали по склону По дороге в потьмах падали На ледяную горку Двое сломали ребра, а один голову Ну, примерно так Только вот ни один из местных жителей Ивделя Поселка Полуночного или Диких Манси Никогда не говорил, что в феврале 59-го года было сотрясение земли Это, конечно, не значит, что его не было Может, их следователь прокуратуры просто не спрашивал об этом Но землетрясение такая заметная штука, что о нем все равно хоть кто-нибудь бы дообмолвился Если бы оно было Версия номер 6 НЛО В смысле инопланетяне По этой версии дело было так Северный Урал Глухомань полнейшая Людей не души Именно тут гуманоиды и решили посадить свою тарелку Ну, чтоб, видимо, остаться незамеченными Только собрались сажать аппарат на гору мертвецов Тормозные двигатели включили Пригляделись А внизу палатка и люди Исповедуя принцип высшего гуманизма Чтоб не раздавить землян Чужие корабль развернули и улетели А то, что люди в ужасе С травмами, полученными от давления, создаваемого двигателями, тарелки Побежали вниз, а потом замерзли Это гуманные гуманоиды уже не видели Версия, конечно, удачная Ее нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть Но согласиться с ней Это значит сказать Да, мы не одни во Вселенной Да, они существуют А это выводит на такие глобальные темы Что даже гибель девяти молодых туристов перед этим тушуются Право слово Инопланетяне это такая могучая тема Что вместе с тем поверить в это очень сложно Карлики из Арктиды, кующие железо Так называется эта версия О, это поистине фантастическая гипотеза Такая же, как и предыдущая Уфологическая Предложил ее Михаил Бурлешин В журнале «Глобус» История эта маловероятная, но очень любопытная Остановлюсь на ней подробно Завязка такая В 1998 году на Кольском полуострове То есть на севере На одном из горных перевалов погибли четыре туриста Молодые сильные парни Их тела лежали цепочкой от перевала до ближайшего жилья На всех лицах гримаса ужаса Физических повреждений на телах не обнаружено История напоминает трагедию дятловцев И вот какое обобщение делает автор этой версии У многих народов Севера У Саамов, Ненцев, Коми Будто бы существуют похожие легенды о карликах Умеющих ковать железо под землей В некоторых местах из-под земли можно даже услышать стук металла Что это за карлики? Еще в 16 веке географы были убеждены в том Что в Северном Ледовитом океане существует материк Называемый Арктида И жили на нем исключительно карлики Обладающие экстрасенсорными способностями Как обычно в историях про Атлантиду и прочь На земле естественно случился глобальный катаклизм Арктида ушла под воду Гольфстрим изменил свое положение А жители затонувшего материка перебрались Видимо на лодочках На север Европы и Азии Восстановить свою цивилизацию карлики не смогли Сражаться с людьми Нашими пращурами не захотели И ушли жить под землю И вот что главное Для защиты карлики у входов в свои убежища Поставили психологические барьеры Человек от них испытывает бессознательный ужас И особо любопытные могут даже погибнуть Спелеологи, лазавшие, например, в пещере Сумган Все как один упоминают о диком Немотивированном страхе В одном из подземных ходов Вывод из всего этого какой Дятловцы, вероятно, как-то где-то Приблизились ко входу в убежище карликов Те на них нагнали страху Ребята побежали вниз Падали, ломали ребра, головы и в итоге замерзли Вот такая версия Зиждется она на одной голой мифологии На сказках народов Севера Конечно, легенды не вырастают на голом месте Быть может, что-то реальное И скрывается за образами карликов Кующих железо под землей Но народы Севера Это же люди малограмотные Фактически дикие За этих мелкорослых кузнецов Нецивилизованные ненцы и саамы Могли воспринять подземные природные процессы А если склоняться к фантастической версии И про карликов, то это значит признать, что где-то в северных широтах нашей родной планеты Сокрыта некая параллельная цивилизация Более высокоразвитая, чем люди А это, согласитесь, тоже как-то затмевает гибель девяти человек Ибо это вопрос глобальный, касаемый всего человечества Версия номер восемь Шаманы Манси Это гипотеза сродни предыдущей Основана тоже на древних мифах Но, во-первых, погибли туристы-дятловцы на горе или под горой Халат-Сяхал В переводе с языка Манси Горой мертвецов По поводу этого названия существует два варианта По одной легенде Во времена Всемирного потопа На этой горе погибли девять Манси По другой легенде И с тех же времен При Всемирном потопе Горячая вода затопила все вокруг Кроме вершины этой горы И уместиться на сухом пятачке мог только один человек Лежа Так и случилось Один Манси некоторое время обретался на этом пятнышке земли Но впоследствии умер Если обратиться от мифологии к реалиям То, скорее всего, это название гора получила за свой безжизненный и страшный вид Отсутствие какой-либо растительности Лишь голые камни, покрытые лишайниками Один из самых компетентных исследователей Уральского Севера Александр Матвеев Отмечает в своей книге Что ему не раз доводилось бывать на горе Халат-Сяхал И действительно, более мрачной горы в этой части Северного Урала не существует Ну да, скорее всего, страшный вид Лысой горы Едва ли мог напугать дятловцев до такой степени, что бежать от нее буквально сломя голову Потому вернемся к легендам Ключевой миф, это, конечно, история о гибели девяти манси на этом месте Много тысяч лет назад Дятловцев тоже было девять Конечно, сразу всплывают цифровые аналогии Возникает мистический аспект гибели ребят Вариант может быть какой Известно, что в нескольких десятках километров от горы мертвецов Находится священное урочище манси Известная нашим зрителям гора Мань-Пупыгнер То есть гора идолов или гора болванов Там стоят семь каменных останцов По легенде, это враги и великаны наступали на манси И мансийский шаман обратил ворогов в огромные каменья То есть это святое место Кроме того, еще существует легенда о Золотой Бабе Якобы где-то в этих северных краях Манси спрятали своего крупного идола в форме женщины Отлитого из чистого золота И, понятное дело, свою золотую бабу Мансийские шаманы охраняют И снова версия такая Дятловцы подошли слишком близко к запретной зоне И шаманы напустили на них жуть Ребята испугались, побежали, замерзли Есть еще одна модификация данной версии Гора Халатсяхал для Манси священно Заходить на нее женщинам запрещено шаманами Но в группе дятловцев было две девушки Зинаида Калмогорова и Людмила Дубинина Вот шаманы и отомстили за нарушение границ Может так оно и было Люди продвинутые знают, что такое шаманизм Какой энергией владеют эти северные колдуны Но после дятловцев на горе мертвецов Не единожды были женщины В том числе и в мистическом походе 1 февраля 99 года На горе Халатсяхал была девушка-туристка Ирина Фадеева И ничего на нее шаманы злобы не держали Сторонники версии о мансийских шаманах Настаивают на том, что в ту роковую ночь С 1 на 2 февраля 1959 года На горе мертвецов произошло совпадение Пространственных и временных нюансов Открылись некие энергетические ворота И из них хлынул шаманский экстрасенсорный ужас Дальше известно В эту версию можно верить или не верить Как впрочем и в остальные Дело в том, что официальное расследование причин Гибели дятловцев областной прокуратуры Ничего внятного не сообщило Следствие закончилось, обделавшись лишь фразой Причиной гибели явилась некая стихийная сила Справиться с которой они были не в состоянии Версия номер 9 Медведь-шатун Эту версию предложил писатель Виктор Мясников Персонаж фильма Тау Криминальное чтиво 2 Придерживаются этой версии еще несколько человек Нужно отдать должное Это очень реальная гипотеза без примеси мистики В этом варианте события могли развиваться следующим образом Дятловцы разбудили медведя, который превратился в шатуна Или медведя разбудили зэки, валящий лес Благо зэков и леса в этих краях в 59 году было море Важно, что медведь проснулся Зимой есть нечего Он пошел по лыжне за живой пищей Медведи-шатуны очень коварные и проворные Медведь дождался темноты и напал на палатку Одну сторону палатки он разодрал в клочья Ребята-туристы испугались Разрезали противоположную сторону палатки и побежали вниз Вероятно, троих туристов медведь успел заломать Характер ран типичен для медведя Который, как правило, сдавливает жертву От этого могли сломаться и ребра, и череп Повреждения от когтей не остаются Вероятно, ребята сумели отбить своих раненых товарищей от дикого зверя И побежали вниз к лесу И там замерзли Быть может, медведь убрел Ребята пытались вернуться за вещами, но не смогли Версия очень изящная Но только вот в заключении областной прокуратуры сказано Что присутствие других людей на склоне Халатсяхал не обнаружено Из этого можно сделать вывод, что следов крупных хищных зверей В окрестностях палатки тоже не было По крайней мере, никто из поисковиков никогда не упоминал о том Что видел на горе, например, медвежьи следы Так что есть недостатки и у этой версии О других, более вероятных версиях гибели дятловцев Мы расскажем в шестой серии КОНЕЦ КОНЕЦ